Нет, ребят, вы не ошиблись и не ослышались, именно так звучит название этого градусника, который я с удовольствием сегодня хотел бы вам представить на своем обзоре. Итак, постараюсь быть кратким, но при этом рассказать вам все, что я о нем узнал. Первое, это для чего я его купил. Дело в том, что брать с собой большие градусники, которые у меня, к слову, тоже есть, не только от компании Xiaomi, это неблагодарное дело, потому что занимает немного места. А когда ты едешь на легке, то хотелось бы, чтобы все было маленьким. Ртутный градусник брать с собой в дорогу небезопасно, поэтому было решено заказать вот такой вот замечательный градусник. Он компактный, легкий и недорогой. Это электронный градусник, и у него два способа измерения температуры вашего тела. Первый, это подмышка, и второй, это через рот. Погрешность в измерениях 0,1 градуса. А диапазон, в котором вы сможете измерить температуру, 35-39 градусов Цельсия. Кто-то скажет, что это мало, но извините меня, если он пишет, что у вас выше 39 градусов Цельсия, с соответствующим знаком, то, ребят, нет смысла мерить температуру, нужно срочно что-то делать, бежать к врачу, покупать лекарства и так далее. Из плюсов я хотел бы отметить наличие кейса, который идет в комплекте. И это здорово, что градусник не нужно куда-то заворачивать, аккуратно куда-то складывать, сильно там беречь. Вы просто кладете его в фирменный кейс и забираете с собой. Также из плюсов мог бы отметить то, что есть система уведомления с помощью звукового сигнала, и к тому же этот градусник автоматически выключается, если вы им не пользуетесь определенное время. Кстати, батарейка здесь используется CR1220. Это Xiaomi, поэтому здесь, в принципе, с точностью измерения все в порядке. Сравнить его с ртутным можно бесконечно, в интернете есть подобные сравнения. У кого-то они удачные, у кого-то менее удачные. Я могу сказать, что по моим впечатлениям он показывает как раз-таки с той погрешностью, которую заявляет компания Xiaomi. Очень многое зависит от того, где вы меряете температуру, в каком вы настроении. Температура тела может меняться и многое-многое другое. Факторов, которые влияют на изменение температуры вашего тела, очень много. Поэтому не стоит переживать, если на несколько десятых градусов вы получите разницу в температуре между разными производителями градусников. Что мне очень понравилось, это то, что дисплей легко читаем как на ярком солнце, так и, понятное дело, в обычных бытовых условиях. К тому же, сами цифры большие, не какие-то мизерные, что нужно покупать к этому градуснику еще микроскоп. Честно говоря, этот градусник, мне кажется, будет очень-очень полезен тем, кто в пожилом возрасте находится и кто плохо видит. Вам не придется лишний раз бежать за очками. Я думаю, что вы сможете разглядеть показания и без них. Также мне понравилась скорость замера и удобство. У него интересный дизайн, приятный на ощупь. То есть, в этих мелочах тоже кроется то, насколько вам удобно будет им пользоваться. Очень важно, что замерять температуру нужно под правильным углом. Например, если вы ставите его под руку, под мышку, то нужно поставить его под углом 30-45 градусов относительно горизонта. Понимаете, да? Что нужно его немного наклонить. Именно в таком положении он покажет максимально точный результат. То же самое относится, конечно же, и к полости рта. Кстати, я не рекомендовал бы ссувать его в рот после того, как вы замерите под мышками. Но это лично такой мой совет. Компактные габариты чуть меньше 20 сантиметров в длину позволяют его брать с собой куда угодно. Даже просто в сумочку женскую или в ваш рюкзачок мужской. Честно говоря, везде пишут, что есть подсветка, но я ее как-то не заметил. По поводу защит в данном термометре есть защита от коррозии. Она, в принципе, выполнена на самом кончике этого термометра. Поэтому вы можете не переживать и без проблем не протирать его после того, как поставили в рот. Также есть защита от переполюсовки. То есть, если вы вдруг захотите поставить батарейку неправильную, вы просто не сможете это сделать. Ну и сам экран находится под защитным пластиком. Поэтому можете не переживать, что ваш кот, например, его испортит или собака. Но все-таки лучше держать его подальше от животных и деток. Производитель заверяет, что данный градусник может в режиме ожидания работать несколько месяцев. На самом деле, вот как раз прошло несколько месяцев и он работает. Поэтому можно смело верить тому, что заявляет компания Xiaomi. Ну что ж, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А я от себя добавлю, что я еще раз убедился, что компания Xiaomi делает годноту, недорого. И, в общем-то, я купил этот термометр очень дорого. Я купил его на Алиэкспрессе и буквально через месяц они стали продаваться в два раза дешевле на JD. Поэтому, кому интересно, ссылки, где я купил, будут в описании. Там же будут ссылки, где его можно купить еще дешевле. Ну и, конечно, пользуйтесь кэшбэком, чтобы экономить. Всем добра, любви и обязательно хороших людей на пути. Пока.